Я хотел спросить, что заставляет Творца изменить наше сердце? Наша готовность к тому, чтобы Он это сделал, и то, что мы требуем от Него. Потому что нет никого, кто бы это поменял. Только Он сотворил злое начало, сотворил Тору приправу. Так пусть даст нам приправу, чтобы намерение нашего сердца стало ради отдачи. Но что это за готовность такая? Готовность чего? Нашего требования? Чтобы Творец изменил сердце. Готовность с моей стороны, чтобы я мог требовать от Него. Чтобы я мог требовать от Него. Он мне должен. Если я требую, это значит, победили меня мои сыновья. Есть ли какой-то признак, что сердце меняется? Что я как бы вижу, я вижу, что оно становится более замкнутым, не размягчается? Ну да, может быть, он чувствуется как непроницаемый с одной стороны. А с другой стороны, всё-таки это продвижение. Даже когда мы переходим из класса в класс в школе, всё равно уроки становятся тяжелее, больше материала, экзаменов и тому подобное. Это признак продвижения. Понятно. В примере со школой понятно. Но в нашей работе. Я даже не знаю, мне кажется, что ты идёшь назад. Да почему? Ну, может быть, это так видится. Согласно ВИЮТу, согласно в силе работы. Так, конечно же так. Дух, ты чувствуешь, что это за работа мне отдали, я ничего не понимаю, не хочу и тому подобное. Ну, это правильно. Так, на каждой ступени, когда ты переработаешь серьёзно, ты так чувствуешь, твоё желание получать сразу же видит, что это платит в него, и не хочет, и ищет там себе возможности сбежать. А если ты знаешь, что объединение и вклад в учёбу, в уроки, это то, что тебя вытаскивает, ну, тогда ты продвигаешься. По-другому не может быть. Не может быть по-другому. Или же ждать, пока страдания усилятся. Да? Если не в этом кругобороте, кто знает, когда. И тогда снова продвигается. Просто мы читали, что Творец желает сердца. Что значит, что он желает сердца? Чтобы оно было ради отдачи. Сердце называется «всё желание человека», чтобы они были все ради отдачи. Так, а в чём мы даём ему наше сердце? В тем, что мы просим, чтобы он изменил нам намерение сердца. Сердце ты сотворил, сделал, испортил, всю подготовку правил. Так ведь? Теперь где же исправление? Мы должны прийти сами к состоянию, когда мы открываем сердце, обнаруживаем, насколько оно не такое испорчено. И просим у Творца, чтобы он исправил. Это ведь он же испортил. Пусть исправляет. Это называется «Победили меня, мои сыновья». Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова